Привет народ, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел 22 Jump Street, которую наши почему-то перевели как Мачо и Ботан 2, и знаете, неплохо поржал, только вот мне кажется, не все поймут юмора. Мачо и Ботан 2 это комедия с элементами боевика, в основе которой лежит сериал 80-х прокопов под прикрытием 21 Jump Street. В сериале даже снимался сам Джонни Депп. Это была одна из его отправных точек к славе, благодаря которой он стал кумиром девчонок-подростков. Режиссировали Мачо и Ботан 2 те же мужики, что и первую часть, друзья Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые, я вам хочу сказать, имеют отличный вкус и чувство юмора. Они же ставили хорошие мультики облачного возможной осадки в виде фрикаделек, недавний лего-фильм и писали сценарий к отличному сериалу «Как я встретил вашу маму». В главных ролях снялись Джона Хилла, обязанный своей карьерой дружбой с детьми Дастина Хоффмана, благодаря которой Хила и протолкнул Хоффман в свет звезд. И Ченнинг Татум, тот парень, который сорвал банк и взорвал сердца девчонок, снявшись в фильме «Шаг вперед». А возможно, даже раньше, когда был моделью и гонял в труселях по подиуму. Сюжет, ребята, режиссеры практически скопировали с прошлой части, но это не главное. В общем, все те же мужики-полицейские, толстяк-неудачник Джона Хилл и красавчик-имбецил Ченнинг Татум получают новое задание. Теперь они должны отправиться учиться в колледж под прикрытием и выявить наркодилера, который подсаживает молодежь. Короче, это на редкость нормальный сиквел, который не уступает первому. Фил и Кристофер – офигенские режиссеры и сценаристы. Работают вместе, как ини-янь прям. За основу для нового фильма они решили взять свою студенческую дружбу, во времена которой тоже ругались и проверяли свои братские отношения на прочность. Вдобавок, они решили перевести отношения героев на новый уровень, приравняв тем самым их как бы к семейной паре, и столкнувшейся с проблемой монотонной семейной жизни. Не подумайте, они не геи. В общем, Джона Хилл в фильме как плаксивая девчонка, а Татум просто как устала от отношений мальчик. Короче, очень забавно смотрятся. Кстати, в жизни Джона Хилл и Татум как две противоположности, но на съемках еще первой части сильно сдружились. Знаете, мне понравился сценарий, понравился по многим причинам. Во-первых, он просто весь наполнен изюминками, даже целым пакетом изюма. Если смотреть внимательно, то вы заметите целую кучу приятных деталей. Во-вторых, это нормально прописанные милые диалоги. И в-третьих, отлично раскрыты отношения и характеры героев. Это одна из немногих комедий, где помимо ржачей, еще и проникаешься дружбой персонажей. В этом отчасти заслуга актеров. Они действительно неплохо сыграли. Во многих сценах режиссеры давали Джонни и Чаннингу возможность импровизировать в юморе. А еще они даже сами многие трюки исполняли. Также мне очень понравилась игра Айса Кьюба. Особенно вот эта его нигерская движуха. Вы два долбаных идиота. Короче, у него отличная роль экспрессивного капитана Нигера. Думаю, мало кто помнит, что Айс Кьюб это один из основоположников гангста рэпа. Многогранный такой тип. И актер, и продюсер, и режиссер, и сценарист, и композитор. Короче, очень уважаемый мужик. Пацаны-то, думаю, помнят его рэпчик в GTA Vice City. Прыгаешь такой в тачку, а там по радио Айс. Ностальгия. Теперь самое главное, юмор. Юмор в фильме, на мой взгляд, неплохой. Есть, конечно, тупые пошлые шутки. Но есть и довольно ржачные. Их, правда, немного, но был эпизод с Айсом Кьюбом, когда я проржался до слез. А такое со мной редко бывает при просмотре современных комедий. Еще мне понравились отсылы к прошлой части, шутки с Бэтменами. И даже нелепая погоня в конце была очень даже неплохая. Народ, запомните главное. Идя на фильм, не воспринимайте сюжет всерьез вообще. Все, что там происходит, сплошной стек. Фильм стебет все. Боевики, сиквелы. Есть специально даже тупые штампы типа глупых диалогов перед стрельбой. Конечно, пока смотрел фильм, не очень напомнил плохие парни Бэя. Но оно так и было задумано, как пародия на боевики. После окончания фильма не убегайте быстро. Будут еще ржачные титры. Знаете, в целом это хорошая, свежая, летняя, молодежная комедия. Пусть и не особо смешная, но милая. О дружбе двух противоположностей. Лично я теперь буду внимательно наблюдать за творчеством режиссеров Фила и Криса. Чувствовалось, что фильм они ставили от души. А для меня это важно. Я бы вам посоветовал собраться в компании и друзей и пойти посмотреть. При этом не ждите ничего от фильма. Тогда, думаю, вам понравится. Приятного просмотра. Пока. Бэя изначально не хотел ставить трансформеров вообще. Он даже сказал, что это тупая игрушечная история. Но фанат комиксов и игрушек Стивен Спилберг, который является исполнительным продюсером всех частей трансформеров, долго убеждал Бэя, чтобы тот занял режим.